Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, которые содержатся и увековечены в Писании неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие, Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истинной Слова Божией и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Будем иметь в виду, что новый человек и ветхий человек – это две бессмертные личности. Бессмертные. И поэтому, чтобы отложить прежний образ ветхого человека или же снять с себя ветхого человека, потому что это одеяние, это как кожа на человеке. И когда говорится «отложить прежний образ», имеется в виду снять кожу животного по-живому, принести себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Затем обновиться духом ума нашего, и только затем мы сможем облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И, разумеется, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих действия – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды гнева, а вернее, или же в сосуды милосердия, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милостей Божьих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в Духе и Истине. Мы отметили, что бытие молитвы сродни бытию Бога, ибо она всегда присутствовала и обнаруживала себя там, где пребывает Бог. Это средство общения язык Бога между Сыном и Святым Духом. Познание Бога и Его воли, выраженной в Его благих замыслах и целях, возможно только через познание бытия молитвы, которое обуславливает как язык Бога, так и правовой статус общения с Богом. Мы не можем общаться с Богом на каком-то другом языке. Для этого дан язык Бога – молитва. А посему степень познания Бога и Его воли изъявления полностью зависит от степени познания бытия молитвы, которая является языком, средством и правом общения с Богом. Именно поэтому устроение жертвенника, обуславливающего состояние сердца и мотивы поклонника, а также сама жертва, приносимая на таком жертвеннике, которая обуславливала юридический и правовой статус молитвы, принадлежала исключительно только тем человекам, которые были обличены в правовое достоинство и статус священников, то есть которые, во-первых, были из рода Ааронова и готовили себя в течение 30 лет, постоянно изучая все законы и постановления молитвы и затем посвящали себя на это определенным ритуалам, и только после этого они могли входить в присутствие Бога или приступать к Нему на основе того, чему они были научены и во что они были посвящены. А посему человек, облеченный в ранг и достоинство священника, это человек, облеченный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям Бога или Его воле приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные волей изъявлений Бога. Одна из таких молитв Давида записана в его 142-й песне, хотя все песни – это молитвы, как Давида, Моисея, сынов Кореевых и так далее, но вот эта песня была дана нам по откровению, Святым Духом. Она как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Я всегда с удовольствием цитирую ее как свою собственную молитву и хотел бы, чтобы она стала вашей молитвой, выученной наизусть, чтобы вы ей молились от своего собственного имени. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Не было ни одного врага, который мог бы так загнать Давида в такое состояние, кроме его собственного врага под именем царствующий грех, ветхий человек, живущий во его теле, которого он получил через семьи отца и с молоком матери своей. И поэтому он говорит, «Ты уныл во мне, дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благе доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Мы отметили, что раннее утро, где Он говорит, «Даруй мне рано услышать милость Твою», которая следует сразу после темной ночи, это образ воскресения Христова, явленный в законе духа жизни, призванного освободить наши тела от закона греха и смерти, чтобы воцарить воскресение Христова в нашем земном теле и облечь наши земные тела в праведность воскресения Христова. А посему, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Бога в силе воскресения Христова, как результата данного нам Богом искупления во Христе Иисусе и через Христа Иисуса, Давиду, а равно и нам, необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право, запечатленное на скрижалях нашего сердца. Не слово Божие написанное, а слово, записанное на скрижалях нашего сердца. И таким юридическим основанием на скрижалях нашего сердца в данной молитве послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, обусловленных владычественными и державными словами Бога, обращенными в обетование и заповеди, которыми призваны приводить Богу в молитве и как содержание своего сердца, говоря Богу, «Услышь меня ради истины и правды! Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих! Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки! Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю! Услышь меня ради возношения души моей к Тебе! Услышь меня, потому что я к Тебе прибегаю!» Он имел юридическое право прибегать к Богу, будучи не только царем, но и пророком, и первосвященником, потому что он ходил во святилище и одевал ефот первосвященника, на котором были урим и тумим. И Бог отвечал ему. Он носил его с собой во всех битвах и во всех походах, и одевал его, когда необходимо было прибегать к Богу. «Услышь меня ради Твоего имени! Услышь меня ради Твоей милости! Услышь меня, потому что я раб Твой!» На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданное и приведенное им в его молитве. Образ этого доказательства мы усмотрели в судном на перстнике первосвященника, который являлся предметом уникальной и постоянной памяти пред Богом. определяющим собою правовой эталон постоянной молитвы, с которой мы, как цари и священники Нового Завета, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе. Разумеется, младенцы во Христе Иисусе не являются ни царями, ни священниками Богу. Для того, чтобы стать царями и священниками Богу, им надо оставить младенчество. И, разумеется, создавался судно на перстнике и обслуживал только один предмет в сердце человека. Это урим и тумим, наличие которых позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его урима, который являлся образом Святого Духа, необходимо было сохранять в памяти свои дела Божии в предмете его тумима, образом которого являлось законодательство Бога, содержащее в себе свод всех заповедей и всех обетований Бога, посредством которых Бог совершал свои дела в древних днях. А посему, судно на перстнике, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ правового формата постоянной молитвы, в устах правового ходатая, дающий Богу юридическое основание выполнять свою волю на планете Земля, как в человеках добрых, так и в человеках злых. Таким образом, молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного на перстника, не имеет права называться молитвой в устах правового ходатая, призванного Богом с дерзновением входить во святилище, чтобы приступать к Богу. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном на перстнике первосвященника, дает нам право во Христе Иисусе входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы его воли. Порядок устройства судного на перстника определял и предписывал требования Духа и Истины, которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Евангелие Иоанна, глава 4, стихи 23-24. При нарушении устройства в порядке судного на перстника, я имею в виду, при нарушении молитвы, которая не соответствует порядку судного на перстника, которая и обуславливает состояние и природу сердца поклонника Бога, судный на перстник утрачивал свою природу и свое назначение. То есть такая молитва утрачивает свою природу и свое назначение и является ничем пред Богом, хотя и может удовлетворять наши религиозные запросы. Мы успокоились, мы помолились, мы высказали. Вы знаете, когда человек просто выскажет кому-нибудь свою боль, ему становится легче. И вот он думает от того, что он высказал, ему стало легче, что Бог услышал его. Но это отнюдь не так. Бог слушает только молитву, которая соответствует природе судного на перстника. Поклонение Отцу в Духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковынности и в угоду своей корости и религиозного лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, пишет апостол Павел 2 Коринфянам 2,17, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. В сектогинте, так называется наш перевод, судный на перстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, который содержался в судном на перстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного на перстника, как мы с вами уже отметили, это образ совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой в 12 именах патриархов запечатлен образ и статус правовой молитвы, соответствующий требованиям начальствующего учения Христова. Совесть человека, очищенная от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истинной правды, исполненной силы Святого Духа, призвана была давать Богу юридическое основание и право реализовать в них и через них его волю на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный на перстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе и остановились на следующем требовании, которое гласит, и став в него, то бишь судный на перстник, оправленные камнем в четыре ряда. Рядом рубин, тапаз и зумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – Яхант, Агат и Аметист. Четвертый ряд – Хризалит, Оникс и Яспис. В золотых гнезах должны быть вставлены они. С их камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени и числа двенадцати колен. Исход двадцать восемь, семнадцать, двадцать один. Будем помнить, что эти имена содержат судьбы для народа Божьего, как для всех в целом, так и для каждого в отдельности. Двенадцать золотых гнезд, куда вкладывались обработанные камни драгоценные, это владычество начальствующего правления, содержащегося в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое обуславляло порядок Бога, который мы, как поклонники Бога, призваны представлять пред лицом Бога в правовом основании своей постоянной молитвы. двенадцать драгоценных камней с вырезами на них, как на печати именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей собою совершенные суды Бога, содержащиеся в начальствующем учении Христовом. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. То есть наши молитвы должны соответствовать точно форме и конфигурацию золотых гнезд истины Слова Божия. Постоянная молитва в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника с двенадцатью именами — это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Эта молитва никогда не представляет волю человека. Она представляет только волю Бога и интересы Бога. А воля Бога и интересы Бога, разумеется, чтобы спасти человека. В определенном формате мы уже рассмотрели, что постоянная молитва в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, с которой мы, как воины молитвы, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе, призвана соответствовать таким требованиям. Во-первых, она должна быть неотступной. Во-вторых, она должна быть усердной. В-третьих, она должна быть прилежной, затем с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем. И, наконец, в десятых, во Святом Духе или же молением на иных языках. Число десять соответствует Божьему законодательству. Значимость судного наперстника на подделье первосвященника, как оружие воина молитвы, призвана давать Богу юридическое основание действовать на планете Земля и, в первую очередь, останавливать гнев Божий среди народа Божьего, когда он будет впадать в искушение смерти. Я снова напомню, как природу судного наперстника описал Соломон в данной ему Богом премудрости, 18 глава, стихи 20-21. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кадильное. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силою телесною и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспиманув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в средине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На подире его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда. И величие твое на диадеме головы его. Этому уступил истребитель и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного. Вот как бытие молитвы описал Соломон на подире, то есть на хитоне первосвященника. А посему устройство судного наперсника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе взращивания нами плода в достоинстве плода древа жизни. Взращивание в своем сердце плода древа жизни это устроение самого себя в нового человека созданного по Богу в праведности и святости истины в дом духовный и в священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма священного предмета и обслуживало только один священный предмет это золотой ковчег завета. Точно так же и Фот или же Падир первосвященника судным наперсником создавался и обслуживал только один священный предмет который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега это урим и тумим потому что как золотой ковчег завета так и судный наперсник образно но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека очищенную от мертвых дел. Урим и тумим на иврите означает свет и совершенство свет это урим образ святого духа совершенство это истина слова Божия свет и право откровение и истина то есть святой дух открывал тумим истину содержащуюся тайну тумима так например десятословие внутри ковчега завета являлась истиной и эту истину в судном наперснике представлял тумим а откровение святого духа открывающее таинство тумима которое человек мог получать над крышкой ковчега завета в судном наперснике представлял урим а посему поклонникам бога мог быть только тот человек который обладал в себе совестью очищенной от мертвых дел или же мудрым сердцем на скрижалях которого запечатлена была истина в достоинстве тумима в силу чего откровение божие в предмете урима могло почивать только в границах истины которую в сердце человека представлял тумим в учении Иисуса Христа пришедшего во плоти как написано и вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость дабы не сделали все что я повелел тебе исход 31.6 когда есть в сердце учение Иисуса Христа тогда туда будет послан Святой Дух чтобы открыть суть этого учения он не открывает его на страницах Священного Писания когда вы перенесете его на скрижале сердца вот там он и будет вам открывать его содружество тумима и урима в сердце человека это слияние между собою двух форматов божественной мудрости которые гласят что носители тумима и урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа поэтому всякий кто коснется их точно так же как кто коснется Святого Духа ему придется встретиться с Небесным Отцом потому что у Святого Духа нет способности защитить себя его защищает Отец и Сын он способен испепелить во мгновение око всю Вселенную за Отца за Отца за Сына а также за каждого из нас но не способен защитить себя от презрения человеков и поэтому точно так же и носители тумима и урима они обладают могущественной силой Бога испепелить все то что противостоит Богу извращает законы но они не могут защитить сами себя потому что их будет защищать Святой Дух поэтому они обладают иммунитетом Святого Духа в определенном формате мы уже рассмотрели шесть свойств которым обладало сердцевой на молитвы в первых шести драгоценных камнях судного наперсника через которые Бог мог постоянно приводить в исполнение свою волю в человеках на планете Земля и остановились на рассматривании седьмого свойства седьмое свойство войны молитвы на судном наперснике нашего сердца через которые Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля представлено в достоинстве драгоценного яхонта а именем вырезанным на первом драгоценном камне судного наперсника на третьем ряду снизу на скрижалях нашего сердца служащего постоянной памятью пред Богом являлось имя патриарха Гат это седьмой сын Иакова имя которого означает счастливая судьба или же благословенный удел от Господа из зелфа служанка Лиина родила Якову сына и сказала Лия прибавилась и нарекла ему имя Гат Бутия 30 11 мы отметили что натуральный Яхант это разновидность рубина более тысячи лет Яхант являлся одним из самых дорогих камней в мире ценность их была так высока что некоторые из минералов получали даже собственные имена имя Бога представленное в драгоценном Яханте по предположениям иудейского равената на иврите означает элохим что на русском языке будет означать Бог крепкий Бог сил Бог творящий то есть Всевышний но более ясное значение его Бог крепкий Бог сил Бог творящий таким образом чтобы мы как воины молитвы могли отвечать требованиям драгоценного Яханта с именем Гада необходимо чтобы наша молитва была исполнена крепостью Бога сил способной светить Бога так чтобы в творчестве нашей молитвы творилась правда Бога Агадис сказал благословен распространивший Гада он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову он избрал себе начаток то есть начальство земли там почтен уделом от законодателя и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем такое благословение получил седьмой патриарх сын Иакова от Моисея второзакония 33 20 21 а посему седьмой принцип положенный в основании постоянной молитвы с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом это функции выражены в нашей способности пребывать в пределах своего удела или в пределах своего предназначения в котором мы призваны исполнять суды правды Бога именем Господа сил это одно из имен Бога а это означает сработать силою своей молитвы с именем Бога сил что поможет нам не спровергнуть силу ветхого человека с делами его чтобы не думать о себе более нежели должно думать и таким образом не позволять нарушать как межи своего удела и своей тени а также не нарушать межи и своего ближнего не разумея этих вещей и нарушая их мы постоянно будем позволять нарушать как межи своего удела а также постоянно будем нарушать межи своего ближнего в силу чего мы никогда не сможем состояться войнами молитвы которые в пределах своего удела призваны сработать силою своей молитвы с именем Бога сил хотя и будем убеждать себя в обратном Псалом 67 14 15 расположившись в уделах своих вы стали как голубица которой крылья покрыты серебром а перья чистым золотом когда всемогущий рассеял царей на сей земле она забелела как снег на салмоне мы отметили что серебро и золото обуславливало удел нашего предназначения в измерении нашего спасения в Боге это образ нашего искупления от суетной жизни передай нам от отцов кровью креста крестова нетленным серебром или золотом искупленным от суетной жизни но драгоценную кровью креста как непорочного и чистого агнца то есть вот этого генетического наследия ветхий человек или царствующий грех он несет в себе программу генетику отцов которые передали ее нам поэтому два крыла голубицы покрытые серебром это образ урима и тумима в сердце искупленного Богом человека помышление которого находится во Христе Иисусе который является уделом Бога перья голубицы покрытые золотом это образ человека находящийся под покровом и тенью всемогущего которого представляет посланник Бога представляющий для нас отцовство Бога он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя покроет тенью перьев своих и под крыльями его будешь безопасен псалом 90 стихи 3 и 4 цари рассеянные всевышним на земле это освобождение нашего тела от власти закона обнаруживающего грех и дающего силу царствующему греху в нашем теле именем господа сил речь идет именно вот об этих царях которые будут рассеиваться в нашем теле потому что там сосредоточено твердыня царствующего греха и тогда не царствует грех в смертном вашем теле чтобы вам повиноваться ему в похотях его и не предавайте членов ваших греху в орудии неправды но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены вашего орудия праведности послание римлянам 6-2-3 мы знаем что царствующий грех это жало смерти стоящей в нашем теле во главе всех царей греха это одно из имен нашего ветхого человека который является программным устройством для программы обуславливающей греховную жизнь переданную нам в семени наших отцов давид давид констатировал свое рождение в одном из своих псалмов так вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя псалом 57 когда мы раскинем свои шатры в пределах своего удела которым являются предназначенные нам Богом обетования которые мы примем в семени благовестуемого нам слова и затем взрастим их в плод правды только тогда мы получим возможность открыть вечные двери своего сердца чтобы Господь сил получил основание войти в наши тела и рассеет всех царей греха во главе с царствующим грехом которым является наш ветхий человек вот как это приносится или же преподносится в иносказании в молитве Давида в Салон 23 7 10 поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы Господь крепкий и сильный Господь сильный в брани поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные и войдет царь славы кто сей царь славы Господь сил он царь славы мы отметили что это обетование о воцарении Бога сил в земных телах адресовано исключительно только истинным поклонникам Бога которые призваны являться не только храмом Святого Духа но и царством Божьим в их телах вечными дверями через которые Господь сил как царь славы призван войти чтобы воцарить в нашем земном теле свое воскресение является образ нового человека созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины через эти двери он войдет в тело верхи врат служащие запором для дверей вечных это образ нашего мышления обновленного Духом нашего ума поднять верхи врат который служит запором для дверей вечных чтобы получить возможность поднять двери вечные это соработа нашего обновленного ума с нашим новым человеком в результате соработы нашего обновленного ума с нашим сердцем Господь сил в лице Святого Духа получает основание войти в наши тела чтобы воцарить в наших телах воскресения Христова а посему полночный крик жених идет выходите навстречу ему идентичен голосу поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные адресован к тем святым которые обладают способностью соработать своим обновленным умом со своим мудрым сердцем прежде чем мы сможем соработать своим обновленным умом с праведностью мудростью нашего чистого сердца чтобы поднять верхи наших врат и поднять двери вечные нам необходимо будет затратить все имеющиеся у нас усилия чтобы выполнить ряд условий вот некоторые из них Псалом 23 1.1.6 Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущие в ней ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его тот у которого руки не повинны и сердце чисто кто не клялся душою своею напрасно и не вожился ложно тот получит благословение от Господа и милость от Бога спасителя своего таков род ищущих его ищущих лица твоего Божия Иакова Мы отметили что здесь речь идет о такой земле и о такой вселенной которая находится в телах человеков на которых имеется гора Господня представляющая в нашем сердце место поклонения в духе и истине основание нашей земли и нашей вселенной и всех живущих на ней на морях в лице всех святых относящихся к избранному Богом остатку это наше основание и наша жизнь на премудрости Божией бездна премудрости это океан море премудрости Божией на этом основана Божья земля царство Бога в то время как наше утверждение на реках это образ нашего утверждения на вере Божией река это всегда течение это вера Божия взойти на гору Господню и стать на святом месте Его это результат того что мы вошли в тесные врата чтобы иметь причастие к сынам мира которые водятся святым духом а посему чтобы взойти на гору Господню чтобы приступать к Богу на святом месте нам необходимо было выполнить четыре условия из этого места писания чтобы наши руки были не повинны чтобы наше сердце было чисто чтобы не клясться своей душой напрасно и чтобы не божиться ложно наши руки как мы уже с вами отмечали становятся повинными когда мы ненавидим наших братьев из-за возникшей к ним зависти и обиды потому что ненавидящий брата человека убийца и тогда руки его оскверняются кровью наше сердце становится нечистым и будет оставаться нечистым доколе мы не очистим совесть нашу от мертвых дел которые являются в наших глазах добрыми делами такими как евангелизация практика и упражнения даров святого духа изгнание бесов всевозможный добродетель и так далее клясться своей душой напрасно это напрасно затрачивать силы своей души на то что не насыщает наш возрожденный от Бога дух не божиться ложно это не произносить имени Господа Бога своего напрасно или же праздно и незаконно напрасные или же праздные слова это слова которые не являются верой нашего сердца в силу чего произносятся незаконно когда эти четыре повеления посредством сработы наших сил с именем Бога сил будут исполнены у нас появится юридическое право поднять двери вечные то есть двери нашего сердца чтобы святой дух в статусе Бога сил мог войти в наши земные тела и воцарить воскресение Христово в наших телах а также облечь наши тела в воскресение Христово интересно что на иврите поднимите врата верхи ваших глагол поднимать означает нести на крыльях молитвы содержать стражей или бодрствовать молитвы прощать или же навлекать на себя вину восклонить свою голову взирать на воздаяние быть приготовленным чтобы открыть вход для Господа сил чтобы мы в поднятии вечных дверей своего сердца могли сработать с силой своей постоянной молитвы с именем Бога сил и таким образом могли получить способность услышать глаз Господа с учащегося вечной двери нашего сердца и поднять их чтобы впустить в свое сердце Святого Духа как Господа и Господина своей жизни чтобы он как Господь сил получил в нашем теле юридическое основание воцарить воскресение Христова и облечь наше тело воскресение Христова мы стали рассматривать действия глагола поднимать в имеющихся шести составляющих при этом следует иметь ввиду что совокупность этих составляющих преследует только одну цель в которой каждая составляющая при содействии друг с другом исполняет свою роль в стремлении к одной цели в определенном формате мы уже рассмотрели первые три составляющие и остановились на рассматривании четвертой составляющей четвертая составляющая в сработе наших сил с именем Бога сил в поднятии запоров дверей самих дверей это восклонить свою голову потому что приближается наше избавление от закона обнаруживающего грех и дающего силу греху восклониться это пробудиться от сна воспрянуть ободриться облечься во все оружие света приготовиться к битве и будут знамения в солнце и луне и звездах и на земле уныние народов и недоумения и море вошумит и возмутится люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную ибо силы небесные поколеблются и тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великою когда же начнет это сбываться тогда восклонитесь и поднимите головы ваши потому что приближается избавление ваше и сказал им притчу посмотрите на смоковницу и на все деревья когда они уже распускаются то видя это знаете сами что уже близко лето так и вы когда увидите то сбывающимся знаете что близко царствие божие истинно говорю вам не придет род сей как все это будет небо и земля придут но слова мои не придут смотрите же за собою чтобы сердца ваши не отягчались обдедением и пьянством и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лесу земному и так бодрствуйте на всякое время и молитесь да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого Луки 21 25 36 Тайна данного изречения в соработе нашей молитвы с именем Бога сил состоит в том что имеющиеся свершиться катастрофические события представлены в распускающихся ветвях смоковницы и в распускающихся ветвях всех других плодовых дерев таким образом точно так же как жизнь воскресения после зимы представляющая образ смерти возвращается в ветви плодовых деревьев сила воскресения жизни после зимы представляющая образ освобождения от закона греха и смерти посредством праведности во кресте Иисусе воцарится в телах воинов молитвы а посему распускающиеся ветви смоковницы всех других плодовых деревьев в лице избранного Богом остатка способного приносить плод Богу будут являться для них свидетельством что они угодили Богу потому что они принесут плод прогоняющий смерть Мафусала и такое свидетельство внутри всякого воина молитвы в достоинстве воцарения Христова в его земном теле будет являться гарантией его восхищения в встретении Господу на воздухе и чтобы раскрыть суть данных катастрофических событий имеющихся свершиться в земных телах истинных поклонников Бога и со всем тем что будет противостоять воскресению в их земных телах мы приведем еще одно иносказание которое раскрывает какие именно знамения произойдут в солнце луне и звездах чтобы воцарить воскресение Христова в телах истинных поклонников Бога Откровение 6 12 17 и когда он снял шестую печать я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно как лосяница и луна сделалась как кров и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемо сильным ветром роняет незрелые смоквы свои представляете себе когда звезды а это солнце которое в тысячу крат могут быть больше солнца как смоковница роняет незрелые смоквы падут на землю что будет с землей если это в буквальном смысле рассматривать да только наше солнце пусть приблизится немножко к нам не упадет а просто приблизится мы перестанем существовать земля исчезнет поэтому здесь говорится о чем-то другом и небо скрылось свившись как свиток наперед скажу вот это скрылось свившись как свиток в оригинале имеется ввиду разводное письмо свиток разводное письмо светким человеком чтобы вы поняли что не в буквальном смысле это будет происходить и всякая гора и остров двинулись с мест своих и цари земные и велиможи и богатые тысячи начальники и сильные и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье горы говорят горам и камнем падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять итак в связи с этим мы отметили что имеющиеся события представлены в иносказательном формате так как всякая гора и остров в реальной действительности не могли бы сохраниться после того когда солнце станет мрачным луна сделается как кров и звезды небесные падут на землю которые по своей величине могут быть как солнце или же больше солнца а посему следуя здравому смыслу это иносказание никоим образом не может быть применимо к физическому солнцу луне и звездам к физическим горам и островам к физической стихии морей а также к земным царям и вельможам к богатым тысяченачальникам сильным всяким рабам и свободным при исследовании пророческих иносказаний будущего всегда следует иметь ввиду что они имеют двойное назначение первое назначение это действие происходящее в земных телах воинов молитвы и второе назначение это действие происходящее в отношениях воинов молитвы с людьми душевными и нечестивыми противостоящими им выполнение воли Божией а посему в первую очередь мы обратились к событиям имеющимся свершиться в земных телах воинов молитвы которые призваны стать в их телах предтечей для действия закона духа жизни во Христе Иисусе чтобы освободить их тела от закона греха и смерти как написано посему вот и я увлеку ее и приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда из пустыни виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды и она будет петь там как в одни юности своей и как день выхода своего из земли египетской оси 2.14.15 но прежде чем Бог увлечет своих истинных поклонников в пустыню чтобы говорить к их сердцу и дать им оттуда виноградники их и долину Ахор в преддверии их надежды чтобы они могли петь там как в одни своей юности как в день выхода своего из земли египетской Бог через молитвенный жезл уст своих поклонников произведет суд над Египтом их души представленный в катастрофических событиях имеющихся свершиться в телах своих истинных поклонников когда Моисея стал жезлом Бога то в руках Моисея как воина молитвы жезл его уст в исповедании веры его сердца стал представлять собою крепость Бога сил таким образом сработа жезла наших уст с жезлом уст в имени Бога сил может состояться тогда когда мы посредством исповедания веры сердца потеряем свою душу в предмете нашего жезла в смерти Господа Иисуса чтобы опять принять ее в его воскресении именно благодаря соработе наших молитв выраженных в исповедании веры нашего сердца с именем Бога сил обусловленных жезлом его уст закон духа жизни во Христе Иисусе призван освобождать наши земные тела от закона греха и смерти через наши уста ибо своими устами человек оправдается и осудится знамение великого землетрясения в земных телах воинов молитвы положившие основания по следующим катастрофическим явлениям преследовала одну цель чтобы в телах истинных поклонников Бога прибыло непоколебимое царство Бога благодаря которому наши земные тела получили бы усыновление и искупление и образовались бы в державу воскресения смотрите не отвратитесь и вы от говорящего если те не послушав глаголов шива на земле не избегли наказания то тем более не избежим мы если отвратимся от глаголющего с небес которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю но и небо слова еще раз означают изменение колеблемого как сотворенного чтобы прибыло непоколебимое и так мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать которую будем служить благоугодно Богу с благоговением страхом потому что Бог наш есть огнь поедающий послание апостола Павла евреям глава 12 стихи 21-29 и так землетрясение в наших телах потрясающее и колеблющее наши тела это выражение ярости гнева Бога Вседержителя направленной на царствующий грех в нашем теле в лице нашего ветхого человека с делами его и на все поднебесие которое является ополчением ветхого человека кстати когда написано звезды небесные пали на землю то в оригинале там не звезды небесные а звезды поднебесья не небесные а звезды поднебесья где находятся начальники мероправителей тьмы с духами цель которую преследовал Бог великим землетрясением в земных телах воинов молитвы состояла в том чтобы изменить колеблемое как сотворенное относящееся ко времени чтобы мы могли принять в своих телах царство непоколебимое в котором отсутствует тление при этом мы отметили что в телах нечестивых и беззаконных людей Бог не будет производить подобного землетрясения чтобы проклятием закона освободить их тела от проклятия закона они будут оставаться спокойны это не для них а посему образ великого землетрясения в земных телах воинов молитвы это на самом деле великое благословение Бога которое являлось ответом Бога на освящение производимое воинами молитвы в котором они умерли для своего народа для дома своего отца и для своих душевных вожделений и затем внесли в хранилище своих сердец владычество начальствующего учения Христова таким образом сердца очищенные от мертвых дел запечатленные на них истиной послужили основанием для святого духа как для господа и господина сил произвести в телах истинных поклонников Бога великое землетрясение которое послужило основанием для последующих катастрофических явлений призванных разрушить в их телах державу смерти и тления чтобы воцарить на этом месте державу воскресения жизни знамение солнца ставшего мрачным в земных телах воинов молитвы это образ осязаемой тьмы постигшей Египет в лице их ветхого человека держащего в рабстве их тела потому что дух невозможно было держать в рабстве тело можно держать в рабстве дух невозможно но господь ожесточил сердце фараона и он не пустил сынов израилевых и сказал господь Моисею простри руку твою к небу и будет тьма на земле египетской осязаемая тьма мы не знаем что такое осязаемая тьма это когда вы можете что-то осязать мы не можем осязать ни тьму ни свет мы можем их как-то возможно чувствовать тепло света но закрыв глаза мы уже не знаем свет или темно а здесь осязаемая тьма Моисея простер руку свою к небу и была густая тьма по всей земле египетской три дня это не одна ночь это три дня и три ночи осязаемая тьма не видели друг друга и никто не вставал с места своего три дня у всех же сынов израилевых был свет в жилищах их и солнце стало мрачно исход 10-20-23 а посему солнцем представляющим образ фараона в земном теле спасенного Богом человека являются его разумные возможности посредством которых ветхий человек царствует в его теле у меня есть моя голова и конечно же у нечестивых Бог так и оставит их голову в порядке а вот в телах воинов молитвы солнце сделается мрачным как лосяница зачем чтобы пришло непоколебимое чтобы пришел обновленный ум ум Христов вот зачем это должно произойти осязаемая ночь длившаяся в течение трех дней в знамении солнца ставшего тьмою это образ смерти Христовой в земном теле человека призванный совершить суд над царствующим грехом в лице ветхого человека чтобы лишить его права и возможности управлять человеком через его плоское мышление и затем по прохождении трех дней и трех ночей сезаемой ночи воскресением Христовым обновить разум человека духом его ума который является умом Христовым возрожденным в духе человека процесс в котором будут проходить знамения солнца обращенного в адскую тьму в течение трех дней и трех ночей в телах воинов молитвы также очень хорошо представлен в неканонической книге при мудрости Соломона я прочитаю это послушайте что это за была осязаемая ночь ибо беззаконные которые задумали угнетать святой народ узники тьмы и пленники долгой ночи затворившись в домах скрывались от вечного промысла думая укрыться в тайных грехах они под темным покровом забвения рассеялись сильно устрашаемые и смущаемые призраками ибо и самое потаенное место заключавшее их не спасало их от страха но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение и являлись свирепые чудовища со страшными лицами то есть это ад пришел они были в аду Бог взял ад вот эту адскую ночь и привел на Египет и никакая сила огня не могла озарить ни яркий блеск звезд не в состоянии было светить этой мрачной ночи являлись им только сами собою горящие костры полные ужаса и они страшась невидимого призрака представляли себе видимое еще худшим пали обольщение волшебства искусного то есть их волк ничего не могли поделать их восставство мудростью подверглось по смеянию ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи сами страдали позорной боязливостью и хотя никакие устрашения не тревожили их то есть на самом деле их не было но преследуеми брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся они исчезали от страха боясь взглянуть даже на воздух от которого никуда нельзя было убежать ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы страх есть нечто иное как лишение помощи от рассудка чем меньше надежды внутри тем больше представляется неизвестность причины производящей мучения и они в эту истинно невыносимую и из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь располагаясь заснуть обыкновенным сном то были тревожены страшными признаками то расслабляемы душевными уныниями ибо находил на них внезапный и неожиданный страх итак где кто тогда был застегнут делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков был ли то земледелец или пастух или занимающимся работами в пустыне всякий был застегнут подвергался этой неизбежной судьбе ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы свишище ли ветер или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц ибо или сила быстро текущей воды или сильный треск низвергающихся камней или незримое бегание скачущих животных или голос ревущих свирепейших зверей или отдающийся из горных углублений эхо все это ужаса их повергало в расслабление ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственными делами а над ними одними была распротерта тяжелая ночь образ тьмы имевший некогда объять их но сами для себя они были тягостнее тьмы а для святых твоих был величайший свет и те слыша голос их а образа не видя называли их блаженными потому что они не страдали ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме потому что держали в заключении сынов твоих через которых имел быть дан миру нетленный свет закона при мудрости Соломона 17.2.20 18.1.4 вот такая была осязаемая ночь три дня и три ночи Бог ее произведет это не значит что вы будете чувствовать ее это будет чувствовать ветхий человек а для вас будет свет видите эти катастрофические события не для вас они для ветхого человека а написано в домах израильтян был свет то есть наш новый человек наш обновленный разум будет в это время свет и он будет просто знать что в это время ветхий человек паникует в нем что он больше не может что ветхий человек полностью сдает свои позиции он не может больше досаждать вас в это время вы обнаружите необыкновенный восторг то вы постоянно были смущаемые вашими вожделениями а теперь эти вожделения придут в ужас и вы это почувствуете когда это начнет свершаться когда солнце станет мрачно как властеница знамение луны сделавшейся кровью в земных телах воинов молитвы это образ возмездия постигших египтян в лице ветхого человека с делами его за то что ветхий человек проливал кровь святых в теле человека которых представлял их плод духа ветхий человек всегда был направлен на то чтобы уничтожить плод нашего духа точно так как египтяне по приказу фараона уничтожали плод матерей израильских и топили их в египетской реке и сказал господь моисей упор на сердце фараона он не хочет отпустить народ пойди к фараону завтра вот он выйдет к воде ты стань на пути его на берегу реки и жезл который превращался в змея возьми в руку твою и скажи ему господь бог евреев послал меня сказать тебе отпусти народ мой чтобы он совершил мне служение в пустыне но вот ты доселе не послушался так говорит господь из всего узнаешь что я господь вот этим жезлом который в руке моей исповедание веры уст я ударю по воде которая в реке и она превратится в кровь и рыба в реке умрет и река вас смердит и египтянам омерзительно будет пить воду из реки и сказал господь моисею скажи арону возьми жезл твой и прости руку твою на воды египтян на реки их на потоки их на озера их и на всякое вместилище вот их и превратятся в кров и будет кров по всей земле египетской и в деревянных и в каменных сосудах и сделали моисей и арон как повелел господь и поднял арон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его и вся вода в реке превратилась в кров и рыба в реке вымерла и река вас смердела и египтяне не могли пить воды из реки и была кров по всей земле египетской исход 7.14.21 учитывая что образ луны обратившийся в кров обуславливает душу человека и является образом душевной жизни человека которая произошла из воды Бог поразил душевную жизнь в реках Египта которая обуславливалась ветхим человеком живущим в теле и вот как об этом говорит книга Откровения апостола Иоанна второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь видите и там и там одно и то же событие просто под разными углами представлено в разных иносказаниях как бы кровь мертвеца и все одушевленное умерло в море все одушевленное это все душевное в человеке не имеющее в себе духа истины третий ангел вылил чашу свою в реке и источники вот и сделалась кровь и услышал я ангела вот который говорил праведен ты Господи который есть и был и свят потому что так судил за то что они пролили кровь святых и пророков ты дал им пить кровь они достойны того и услышал я другого от жертвенника говорящего ей Господи Боже Вседержитель истинные и праведные суды твои Откровения 16 И если солнцем обратившимся во тьму Бог поразил разумные возможности ветхого человека живущего в теле война молитвы то луной обратившись в кров Бог поразил в теле война молитвы душевную жизнь которая являлась силой ветхого человека фраза звезды небесные повторяю в оригинале греческого языка означает звезды поднебесия а посему знамение звезд небесных павших на землю или разбившихся о землю в земных телах воинов молитвы это ополчение ветхого человека находящегося в поднебесии который состоит из начальств властей и мироправителей тьмы века сего духов злобы поднебесной Ефесянам 6 12 13 наша брань не против плоти и крови но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной для сего примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять и так ополчением духов злобы поднебесной в образе звезд из поднебесия которые пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром являются организованные силы тьмы которые в лице царствующего греха именуемо ветхим человеком по мысли в сердце своем взойти на высоты облачные и сесть на краю севера в сонме богов чтобы быть подобным всевышнему то есть ветхий человек хотел быть богом для человека не просто мужем только а богом исаи исаи 14 9 15 в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим под тобою подстилается червь и черви покров твой как упал ты с неба деница сын зари разбился землю попиравший народы а говорил в сердце в своем зайду на небо выше звезд божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера взойду на высоты облачные буду подобен всевышнему но ты низвержен в ад о том что бог ветхого человека низвернет в преисподнюю и мы освободимся от него и он воздвинет там державу воскресения это речь идет о наших телах вот что бог задумал о наших делах а посему верность воинов молитвы богу и его обетованиям выражена в ожидании исполнения обетования относящихся к преддверию их надежды в буквальном смысле слова низвергнула из поднебесия на землю и разбила землю организованные силы тьмы являющиеся ополчением царствующего греха в лице ветхого человека именно верность когда мы будем взирать на это обетование и исповедовать его несмотря что бы ни происходило вот такая верность вот об эту верность разобьется ветхий человек о землю вот об эту землю он думал сделать ее твердение эту землю и стать богом в ней он разобьется обод нее и будет низвержен глубины преисподней именно тело человека в котором непосредственно находится закон греха и смерти является твердыней организованных сил тьмы посредством которых ветхий человек царствует в теле а посему по изволению бога именно тело человека призвано стать и твердыней нового человека о которой в буквальном смысле слово разобьется и будет низвержена в преисподнюю вся рать сатаны а такой твердыней бога наше тело становится когда мы верою принимаем свое сердце обетование относящееся к предверию нашей надежды всеми благовествуемого нам слова и начинаем называть несуществующее как существующее что прежде чем произойдет встретение с господом на облаках царство небесное воцарится непосредственно в нашем теле Захарий 9.196 а что до тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изорвав в котором нет воды возвращайтесь на твердыню вы пленники надеющиеся то есть пленники то есть мы находимся пленниками нашего тела доколе там находится закон греха и смерти а закон греха и смерти находится там доколе там есть ветхий человек есть тление но мы уже приняли в сердце свое твердыню господню в обетовании которое должно в преддверии надежды совершиться что господь намерен воцариться в наших земных телах прежде чем произойдет восхищение и вот здесь к этим пленникам говорится возвращайтесь на твердыню вы пленники надеющиеся что теперь возвещаю воздам тебе вдвойне ибо как лук я натяну к себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония сыны Ионии это сыны Греции и сделаю тебя мечом ротоборца и явится над ними Господь и как молния вылетит стрела его и возгремит Господь Бог трубою и шествовать будет в бурях полуденных Господь Савов будет защищать их и они будут истреблять и попирать прачные камни и будут пить и шуметь как бы от вина и наполниться как жертвенные чаши как углы жертвенника и спасет их Господь Бог их в тот день как овец народ свой ибо подобно камням венце они воссияют на земле его Захарии 9,11,16 речь идет его земля это искупленное тело оно его оно его святыня усыновленное тело итак вода это образ жизни ров в котором нет воды в котором находятся пленники Сиона это образ смерти Господа Иисуса Христа в который мы погрузились с ним крещением в его смерть твердыни на которую призываются пленники находящиеся во рву в котором нет воды являются обетования призванные воцарить в наших телах жизнь Бога в воскресении Христовом принятую для нашего тела которому предшествует встретение с Господом на воздухе земля Господа на которой избранный Богом остаток воссияет подобно драгоценным камнем в венце прежде чем Дух Святый восхитить нас в встретении Господу на облаках это свод всех обетований содержащихся в сокровищнице нашей надежды которой является единение наших мудрых сердец средство которое Дух задействует для нашего возвращения на твердлению нашего обетования обусловленную воцарением воскресения Христова в нашем теле является плод нашего Духа содержащийся в достоинстве имен Иуды Ефрема плод выраженный в достоинстве имени Иуды призван выражаться в хвале наших уст прославляющих Бога за то кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе плод же выраженный в достоинстве имени Ефрема призван выражаться в исповедании веры нашего сердца в которой мы называем несуществующее как существующее Ефрем это плодовитый двойной плод а Иуда это хвала Яхве он говорит я натяну к себе Иуду как лук и наполню этот лук Ефремом вот этим плодом знамение в унынии и недоумении народов на земле это образ сатанинских сборищ которые придут в унынии и недоумение от тех собраний святых из которых они вышли говоря о себе что не иудеи но несут таковы алгут они поклонятся пред ногами истинных поклонников Бога и познают в это время что Бог возлюбил их когда Он воцарится в телах своих поклонников в данном случае это пророческое насказание будущего определяет действия происходящие в отношениях воинов молитвы с людьми душевными и нечестивыми глумящимися над ними и противостоящими им выполнению воли Божьей вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех которые говорят о себе что не иудеи но несут таковы алгут вот я сделаю то что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают что я возлюбил тебя и как ты сохранил слово терпения моего то есть ты сохранял ты продолжал несмотря ни на что взирать и исповедовать невидимое то и я то и я сохраню тебя от годины искушения которое придет на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле все гряду скоро держи чтобы что имеешь дабы кто не восхитил винца твоего побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего и он уже не выйдет вон и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового и Иерусалима нисходящего с неба от Бога и имя мое новое имеющее ухода слышать что дух говорит церквам Откровение 3 9.13 знамением что Бог возлюбил избранные им остаток будут являться исполнение обетования относящиеся к преддверию их надежды выраженной в оцарении воскресения Христова в их телах тела соделанные столпами храма на которых будет написано имя Бога будут представлять совершенство небесного Отца и так будьте совершены как совершен Отец ваш небесный и вот это будет имя Бога Отца мы будем представлять совершенство небесного Отца будем солнцем и дождем для праведных и для неправедных изливаться будем праведных будем миловать кающихся будем миловать а беззаконных которые не каются будем наказывать башню поставил я тебя среди народа моего столпом чтобы ты знал и следил путь их Иеремий 6 27 столб это укрепление крепость твердыня подпора колона несущая на себе кровлю храма имя града Бога Новый Иерусалим нисходящего с неба от Бога на телах соделанных столпами храма будет представлять славу Бога слава сего последнего храма будет больше нежели прежнего говорит Господь Саваоф и на месте тем я дам мир говорит Господь Саваоф Агея 2 9 речь идет на месте нового храма Нового Иерусалима слава которого будет больше чем того прежнего то на месте этом я дам мир поэтому имя града Бога Нового Иерусалима нисходящего с неба от Бога Иоангца которое будет написано на нас как на столпах оно будет представлять славу Бога при условии что мы будем являться причастниками такого тела и будем находиться в порядке такого тела такого собрания новое имя Господа написанное на телах соделанных столпами храма будет представлять ключи ада и смерти власть у святых как у Христа как Христос получил ключи ада и смерти это было его новое имя он сказал все жив я был мертв все жив давайте прочтем это местописание я есмь первые и последние и живой и был мертв и сижив во веки веков аминь имею ключи ада и смерти откровение 1.17.18 вот это власть Бога сил обладать ключами ада и смерти раньше они держали нас и ключи были у них этот ад был в нас и закон Божий обнаруживал грех в лице ветхого человека и давал ему силу а теперь эти ключи перешли к нам и мы заключили нашего ветхого человека в ад в начале он будет находиться в тюрьме в духе мы заключили его то есть наш дух заключил его в теле в тюрьме но до тех пор пока он в тюрьме в теле закон все время будет против нас потому что хоть он и в тюрьме но он в теле а вот когда его в преисподнюю бросить и он будет брошен в преисподнюю когда он разобьется о верность святых которые будут взирать на это обетование тогда мы получим ключа до смерти как Иисус каждый из вас перед тем как восхититься будет обладать ключами до смерти каждый из вас будет совершенен как совершен отец небесный каждый из вас будет обладать славой которой обладает Христос и обладает церковь невеста Агнца Новый Иерусалим учитывая что у нас времени не хватит для исследования последующих знамений мы оставим их на следующее служение склоним наши головы и будем молиться и благодарить Бога за то слово которое могли иметь сегодня Аминь